МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Алишер, для выяснения вашего вопроса было проведено выездное совещание со строительными подрядными организациями. На момент реализации дорожного участка подрядчикам действительно были выполнены работы по восстановлению лесонасаждения. При этом причиной гибели большого количества деревьев послужили отсутствие постоянного полива и повреждения, нанесенные скотом и местной сельхозтехникой. Учитывая, что подрядчикам до сегодняшнего дня исполняются обязательства по гарантийному обслуживанию участка, было поручено произвести восстановительные работы, которые будут выполнены в период с сентября по ноябрь 2018 года. В целях недопущения дальнейшего засыхания лесонасаждений будет рассмотрен вопрос об организации поливных работ. В этом году мы помимо Тимиртал и Караганда планируем открыть движение, по крайней мере, на всем протяжении от Астана до Павлодара и между Павлодарами и городом Павлодар. Помимо этого, планируем открыть движение между населенными пунктами Уральск и Каменька границ Российской Федерации. То есть протяженность 100 километров данного участка. В прошлом году мы по 50 километрам уже открыли движение. В текущем году будет завершение оставшихся 50 километров. Также у нас есть перспективный проект для Центр-Запад, соединяющий города Астана и Ахтубе через населенные пункты Аркалык, Тургай, Иргиз. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Реализацию проекта планируется начать в 2020 году. Общая протяженность маршрута состоит 1273 километра. Редактор субтитров А.Семкин